В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В историческом доме на улице Щедрина провалилась крыша. Касимове участились в случае кражи коров. И в городе появится еще один памятник Павлову. В историческом доме на улице Щедрина провалилась крыша. Это здание включено в свод памятников архитектуры России. Дом был построен в конце 19-го – начале 20-го веков. В нем располагался приют для девочек. Дом является образцом архитектуры того времени. Но то, что он внесен в свод памятников, ничего в нашем городе не значит. С юридической точки зрения это не является основанием для сохранения дома. Прогулка по улице Щедрина не оставит ни одного человека равнодушным. Здесь есть и красивые высокие дома, сделанные из кирпича и украшенные длинными шпилями, которые уходят в небо. А также старинные постройки, которые отвечают веянию времени только пластиковыми окнами. Но среди всего многообразия домов расположился один, выбивающийся из общего ряда, гниющий от дождя доски, осыпающаяся крыша. Балка, которая вот-вот упадет, а сам фундамент словно засасывает в землю. Страшно подумать, что в этом доме могли жить люди. Но так оно и есть. Пол жизни здесь провела Александра Никишкина. Сейчас я одна. Сейчас я одна живу. Еще пять лет у нас коммуналка. Две семьи уехали. А зачем вы уже сами видите, честно. Вот. В таком состоянии разве можно жить? По словам Александра Ивановны, дом начал разрушаться всего два-три года назад. Но стоит только шагнуть внутрь, как становится страшно. Стены разошлись трещинами, а стоит пройти дождю, как с потолка начинает капать вода. Побелка на потолке уже потеряла свой былой вид. Некогда красивые комнаты теперь сохранились только на фотографиях. А совсем недавно произошел и вовсе страшный инцидент. В одной из комнат рухнул потолок. Как заявляет Александра Никишкина, дыра в потолке сквозная и рушится он не в одном месте. Хозяйка строго-настрого запретила оператору даже зайти внутрь, чтобы сделать пару кадров. А то мало ли что. Приехали туристы. Человек 40 даже побольше, около 50. Они проходили мимо дома и фотографировали крышу, фотографировали окна, все эти рисунки. Ну и вот. А я вышла и говорю, что вы здесь рисуете, фотографируете эти рисунки, все эти. Вот. Вы зайдите, я вам покажу чудеса. Ну и вот. И я зашла, показала эту квартиру, какая крыша рухнула. Конечно, они удивились, что это ничего себе. Как же так можно жить ярко, если люди и не живут. После таких фотографий к Александре Никишкиной в гости зачастили журналисты. Правда, они только освещают проблему. Сама хозяйка ни в какую контору не обращалась. Сейчас ей очень сложно передвигаться. Пробовали соседи, но никакого внятного ответа они не получили. Родственники Александра Никишкиной помочь тоже не могут. Один работает круглые сутки на заводе, а у другого первая группа инвалидности. Поэтому вся надежда на постоянных гостей с камерами и фотоаппаратами. В общем, каждый день они ходят, фотографируют. Ну, может быть, Богу даст, что-нибудь фотографируется. Может быть, получим квартиру. Утро пятницы началось с аварии. На северной окружной дороге столкнулись два автомобиля. Одна из машин въехала в отбойник. Как сообщает портал Я-62, 20-летний водитель 14-й, двигаясь со стороны улицы Березова в сторону Касимовского шоссе, въехал восстановившийся в средней полосе автомобиль. Иномарка от удара столкнулась с «Жигули», также припарковавшейся на проезжей части. На месте аварии образовалась пробка. В Рязанской области участились случаи кражи скота. Общий ущерб от краж в Касимове составил около 6 миллионов рублей. По подсчетам фермеров всего пропало около 80 голов. Почему молочный рынок района терпит убытки и кому выгодно воровать коров, узнаем из следующего материала. Животноводческая ферма «Рассвет» с октября 2015 года на слуху у правоохранительных органов. За полтора года здесь украли около 100 голов крупнорогатого скота. Потери фирмы составили порядка 6 миллионов рублей. Уводят преимущественно стельных коров и молодых телят. Последняя кража скота была две недели назад. Увели 7 голов. Из-за этого предприятие лишилось июньского отела и нескольких тонн молока. Полиция реагирует, они от нас заявления принимают, они каждый раз приезжают на вызов, не отказывают. Но они считают, что мы виноваты сами, мы стоим возле дороги, мы не огороженные. Считают, что у нас персонал не очень квалифицированный, надо персонал менять. Но, извините, это севское хозяйство, профессоров Гарварда я сюда пригласить работать не могу. Как можем, мы обороняемся. У работников предприятия складывается впечатление, что хозяйство разоряют специально. Эта непростая история началась с того момента, когда компания «Вита» разделилась на две. С тех пор компания рассвет и несет потери. Животные пропадают в любую погоду и время года. Воруют, как говорят работники, свои. Ведь воры знают все передвижения ночного сторожа, расположение камер и многие другие нюансы. Коровы ручные, любой человек может не подойти, она даже не мукнет, ничего. Взять ее и все. На веревку спокойно даже выйдет. Ночной сторож на ферме один. Все стадо с 8 вечера до 8 утра, как говорится, на нем. По словам Сергея, сейчас любой ночной шум вселяет ужас. Работать ночным скотником на предприятии страшно. Но работники надеются, что виновные будут наказаны и перестанут кошмарить бизнес. Когда мы работали раньше, у нас такого безобразия не было. Вообще не было, чтобы воровали или что-то там крали, такого не было. Как только мы разделились, вот стало два хозяйства разных. Ну, наше вот хозяйство, а я не знаю, как тут, как называется, по-моему, Заматаев, ИП Заматаев, вот. Он находится буквально через дорогу. Стало появляться, появляться кража. Сейчас в хозяйстве 203 головы крупнорогатого скота. Молока катастрофически не хватает. Сырье для дальнейшей переработки приходится закупать. Это негативно сказывается на бюджете предприятия. Но, несмотря на большие трудности, владелец ставит перед собой оптимистичные цели и старается расширять рынок сбыта. Сбыта у нас Касимов. Много социального сектора, детские садики. Те, кто хотят, чтобы у них детей кормили натуральными продуктами, то те садики берут у нас. Кто смотрит на тендеры и статистику, то те берут, видимо, где попало. Компания «Витаэль» сегодня выпускает небольшую линейку продукции. Это ряженка, кефир, молоко, творог, сметана. Вся продукция натуральная и не раз была отмечена различными наградами. Цитируя известный фильм, скажем, что коровы – это не только 10 литров молока в день, это и около 200 килограммов чистого мяса. Стоит говядина 450 рублей. Посчитать прибыль воров нетрудно, ведь с большой степенью вероятности можно предположить, что коровы с хозяйства «Рассвет» уходили, как говорится, на мясо, а несколько десятков останков животных были обнаружены полицейскими в Касимовском районе. Ворованное мясо разделывалось и продавалось в нашем городе с рук. Во избежание покупки ворованного мяса, а также просто некачественного, покупайте его только на специализированных рынках. Здесь работает ветврач, который проводит все необходимые проверки. Помимо краж с фермы «ОО «Рассвет», животные пропадали у хозяйства «Новый быт» и «Ордабьевской животноводческой фермы». Связаны ли эти дела между собой, возможно, скоро узнаем. Мы уверены, что до развязки этого запутанного дела осталось ждать недолго. Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе этой интригующей истории. В Рязани полицейские и судебные приставы разыскали 30 должников. Рейд прошел в рамках первого этапа совместного профилактического мероприятия «Должник», организованного на территории области. Его цель – выявить лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа и привлечь их к административной ответственности. Всего за время совместной работы сотрудники ведомства добились погашения задолженности по 8 исполнительным производствам. Остальным гражданам вручили требования о необходимости явки на прием в отдел судебных приставов. Уважаемые рязанцы! Управление МВД и ФССП России по Рязанской области напоминают о необходимости своевременной оплаты задолженностей по исполнительным производствам во избежание применения принудительных мер. В Борках предотвратили взрыв бытового газа. Специалисты устранили неисправность газового оборудования, которое могло привести к масштабной аварии. В Рязани еще не скоро забудут трагедию в осеннем переулке, поэтому к утечкам голубого топлива относятся с особым вниманием. 11 июня в диспетчерскую службу Рязань-Горгаза поступило сообщение от жителей 6-го микрорайона Борки о запахе газа. Бригада, прибывшая на место, обнаружила утечку газа. Как выяснилось позже, был поврежден газовый шланг, который подключался к газовой плите. В ходе осмотра сотрудники газовой службы выявили в соседних домах точно такие же неисправности. Еще 6 шлангов были отплавлены и пропускали газ. В цель безопасности и предотвращении аварийной ситуации газоснабжение в 35 домах района Борки было приостановлено. Причиной таких повреждений оборудования стал нагрев газопровода. Один из местных жителей пытался отремонтировать свое жилище, в результате чего произошло обрушение стены дома вместе с закрепленным на ней электрическим счетчиком на наружный газопровод. Под действием тока стальной надземный газопровод стал нагреваться, что и послужило причиной утечки газа. Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, следует выполнять несколько простых правил. Для этих целей существует несколько очень простых правил. Надо соблюдать правила использования газа в быту, не оставлять газовое оборудование без присмотра и соблюдать некоторые правила, которые относятся к тому, что необходимо иметь договора на техническое обслуживание, исполнять эти договора и ни в коем случае не производить самовольный ремонт, перестановку, установку газового оборудования. Если вы почуяли запах газа, надо звонить 04. Либо сейчас на федеральный номер 112, который бесплатный, вся услуга бесплатная, аварийное обслуживание всех абонентов также бесплатный. Специалисты Риазгоргаза ликвидировали утечку газа, не допустив возникновения взрыва, пожара и гибели людей. Также было проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования в 35 частных домах. И уже вечером 14 июня газоснабжение жилых домов было восстановлено. В Рязани поселились совы. Редкое природное явление в городе объясняется просто. Затянувшаяся весна и прохладное начало лета вынудило птиц перебираться поближе к человеку и выбирать более теплые места для гнезд. В социальных сетях появляется все больше фотографий новых соседей. Впрочем, днем сов не слышно и не видно. А вот ночью они дают о себе знать. Как, например, прошлым вечером в одном из дворов Дашко в Песочне. В Рязани появится еще один памятник Ивану Павлову. Его хотят установить в саду Мемориального музея-усадьба Академика. Рязанцам и гостям города предлагают внести добровольные пожертвования. Одним из наиболее посещаемых туристами мест в Рязани является музей-усадьба Академика Ивана Петровича Павлова. На сегодняшний день он представляет собой целый комплекс, где проводятся не только экскурсии, но и мастер-классы, интерактивные игры, а также целый ряд удивительных праздников. В этот комплекс входит чудесный яблоневый сад. Именно в нем известный физиолог и первый русский нобелевский лауреат Иван Павлов получил прививку от праздности Елене. Вместе со своим отцом они сажали деревья и ухаживали за ними. И именно этим яблоням поклонился Иван Павлов в свой последний приезд на родину в 1935 году. И родина многих рязанских садов – это ведь наш павловский сад. Потому что Петр Дмитриевич, отец ученого, по книжкам научился прививки и выводил особенные сорта яблок и груш, которые пользовались спросом у рязанцев. Саженцы продавались, как подспорье. Семья была большая, надо было детей растить. Именно директору музея-усадьбы принадлежит идея поставить в этом саду памятник Ивану Петровичу Павлову. На эту мысль ее натолкнули слова гимна Павловскому саду, который написали друзья музея Людмила Васютина и Валентина Липина. И там есть такие строчки. Есть в Рязани добрый оберег, здесь остановило время бег. Здесь часы всегда назад идут. Павлов на скамеечке в саду. И вот родилась такая мысль – вот вернуть Павлова на скамеечку. Потому что вообще мне всегда нравятся вот такие не монументальные памятники, а такие вот сердечные, душевные. Потому что Павлов, учащийся в Петербургском университете, он тосковал по яблоневому саду. На данный момент музей не располагает средствами, которые позволили бы осуществить этот замысел. Однако помочь в этом могут сами рязанцы. Те, кому дорого имя первого русского лауреата, могут пожертвовать посильную денежную сумму в копилку музея. А с 1 июля средства можно будет перечислить на специальный расчетный счет. Все подробности можно будет узнать на сайте музея-усадьбы Академика Павлова. Все подробности можно будет узнать на сайте музея-усадьбы. Наталья Загрина хотела бы, чтобы этим проектом занялся известный рязанский скульптор Борис Горбунов. Так что вполне возможно, благодаря совместным усилиям, на одной из скамеек Павловского сада появится скульптура Ивана Петровича, что, несомненно, привлечет сюда еще больше туристов, интересующихся историей родного края. Рязань захватила моду на спиннеры. Антистрессовая игрушка была изобретена в 90-х. Однако пик популярности наступил лишь сейчас. Популярный во всем мире тренажер покорил в первую очередь молодежь и детей, в отличие от советских пятнашек или кубика Рубика. Валерий Седов продолжит. Мир сошел с ума. Сейчас на улицах можно встретить людей, в руках у которых крутится непонятная игрушка. Что это такое? И для чего она? Эти запросы стоят на первом месте во всех интернет-поисковиках. После небольшого изучения становится ясно, что предмет этот носит название спиннер. В центре у него находится металлический или керамический подшипник, а по бокам расположены несколько лопастей или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов – латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипников влияет на продолжительность вращения, тип производимых вибраций и шума. Единой истории возникновения спиннера нет. Видимо, вещь эта настолько уникальная, раз успела обрасти ни одной легендой. Одна из теорий возникновения этого предмета – в 1995 году одна женщина, скажем так, придумала его для своей дочери, которая мешала ей, собственно говоря, заниматься работой. И чтобы чем-то занять свою дочь, она, скажем так, смастерила подобную вещь. Также подобную игрушку создал офисный работник в 2014 году. В своем интервью он рассказал, что хотел изобрести устройство из металла, которое помогало бы ему справляться с волнением на встречах. В настоящее время патентный статус спиннеров не ясен. Хоть игрушка была создана и давно, популярность она обрела только в 2017 году. В рекламных роликах спиннер называют обязательной офисной игрушкой. Таким слоганом он обязан свойствам, которые ему приписывают. Они развивают мелкую моторику рук, также занимают эти самые руки чем-то. И по одной из версий они расслабляют, скажем так, центральную нервную систему человека. Если он нервничает или испытывает какой-нибудь стресс, по идее, надо просто его покрутить и ты расслабишься. Хотя спиннер часто преподносится как полезная для здоровья игрушка, он стал популярен среди школьников, которые выполняли с ним различные трюки. В результате спиннеры запретили в нескольких школах в США на основании того, что игрушки отвлекают детей от учебы. Правда, некоторые учителя заявляют, что она наоборот, помогает детям концентрироваться. Обладатели спиннеров разделились на два лагеря. Одни уверены, что это очень полезная вещь, как антистресс, и помогает сосредоточить внимание. Другие заявляют, что спиннер скорее отвлекает, чем приносит какую-то пользу. Как по мне, да, прикольно. Да, немного убивает время. Пик популярности спиннеров приходится на настоящий момент. С интернета можно свободно заказать эту игрушку по любой цене. Самая дешевая стоит в районе 100 рублей. А вот дороговизна их поражает. От нескольких сот рублей до 25 тысяч. И хоть невозможно сказать, приносят ли спиннеры настоящую пользу, отрицать их популярность невозможно. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Завтра подведем итоги этой недели. А пока, хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».